Всем привет! С вами Ольга Чернова, моя огородная азбука. Для тех, кому не нужно смотреть очень длинный мой видеоролик о том, как я высчитываю дату высадки, я вот специально ролик-коротышку сейчас сниму именно про томат-разведчик. Потому что многие волнуются, говорят, что... Многие писали, что вы придете, он там сдохнет или он посинеет, все жалели его. Расстраивались, короче. Говорили, что хотя бы его нужно было прикопать или хотя бы банкой наколпашить сверху, чтобы как мини-парничок все... Ничего, я пришла, он живой. Я не скажу, конечно, что он рад тому, что вот на такой мороз я его выкинула. Сейчас минус один на улице. Я уже в предыдущем ролике говорила, что вот здесь пришла, было 8 градусов, но сейчас я градусник в руках подержала, он стал уже 10 градусов. Ну, короче, температура воздуха 8 градусов, пар идет изо рта. Ночью, скорее всего, было близко к нулю, потому что ночью была минусовая температура, минус 2, минус 3. Томат-разведчик по кличке Москвич выжил. Вот, через 10 дней будут все его друзья здесь уже вкопаны расти. Но будут они, конечно, расти с подогревом, а вот томат-разведчик сидел в холодной теплице. И вот я поняла по наблюдениям за этим томатом, что сейчас можно было бы, наверное, высадить даже и в необогреваемую, если бы еще дуги поставить, прикрыть пленочками, все. Но впереди у нас недельный период очень больших морозов, минус 9, минус 10 ночью, поэтому в необогреваемую теплицу еще высаживать не рискуйте, будет еще холодно. А мы сегодня, я буду включать подогрев и начинать выносить рассаду на закаливание. Вот он наш разведчик, живой, невредимый. Кстати, хочу добавить, что он даже, некоторые говорили, будет весь фиолетовый. Он даже не посинел и не стал фиолетовым. Вот это еще одна из характеристик прекрасных вот этих сортов холодостойких, что они могут выносить длительный период похолодания без ущерба для здоровья. Смотрите, он как был стволик, как бы вам показать-то, светло-зеленый. Он так и остался светло-зеленый, как были листья ярко-зеленые, так и остались ярко-зеленые. Даже никакого оттенка фиолетового они не приобрели. Обычно с обратной стороны всегда делается фиолетовый. Сейчас, подождите, ай, не могу с камерой сообразить, как. Вот, видите, он даже не пофиолетовил, не пофиолетовил. Так что сорт москвич прекрасно переносит длительные периоды жесточайшего похолодания. Продолжение следует...